Здравствуйте, друзья. Народная ответка прилетела Путину, который, развалившись в кресле, рассказывал о бедности. На днях наш бессменный политический лидер Владимир Путин заявил о том, что в России три главных врага. И вопреки вашим ожиданиям, это вовсе не США и не какие-нибудь там русские фашисты. А бедность, отвратительная медицина и отвратительное образование. И здесь возникает вопрос. Владимир Владимирович, вы пришли к власти в 2000 году, сейчас 2021 год. На рынке нефти, газа и мазута колоссальный рост. Россия не зарабатывала на нефти столько, наверное, с 2010-2011 года. Почему доллар стоит 72 рубля, а не 30 евро, 90, а не 40? И откуда бедность в нашей стране? Где результаты 20-летнего процветания под вашим руководством Владимира Владимировича? А вот они результаты. Все правильно говорит человек. Деньги есть. Деньги никуда не пропали. Они просто самым наглым образом перераспределены между ментами, чинушами и олигархами. Что вообще происходит? Вот мне интересно, да, 2021 год. Мне по телевизору показывают, что мы проложили куда-то там, куда-то там силу Сибири в Китай. Северный поток 1, Северный поток 2. Обошли Украину, обдурили. Я живу на Кубани. У меня в деревне я топлю с дровами. Газа как не было, так и нет. А вы уже в Китай смогли его проложить, куда-то там, через Украину. А мне что от того, что вы обошли эту Украину, и что мой дядька, который живет в Харькове, будет платить дороже за этот газ? Так и я за него теперь дороже плачу, потому что там что-то происходит. И тот газ, который вчера стоил 800-900 рублей баллон, уже почти полторашку, ну, мне пихают баллон, чтобы приготовить себе пожрать. Что от того, что вы там где-то побеждаете? А здесь разруха. Вот у меня в конце этого видео, вот время заканчивается, только один вопрос. Это еще разруха? Или уже разруха, а? Что вы думаете о вашем преемнике? Вы действительно хотите быть президентом, пока у него будет 84? Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. Это традиционный мой ответ. Ну, люди ж могут и на улице массово выйти, если я им скажу, что и дальше сидеть буду. Поэтому я так сделаю вид, что я еще сомневаюсь. За два месяца до выборов перееденем ФСОшников в каких-то работяг с КамАЗа. Они попросят меня переизбраться. Ну, а я так сделаю вид, что колебаюсь. Подумаю и соглашусь. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Разговоры ситуацию дестабилизируют. Владимир Путин столько же всего настабилизировал. Цены постоянно растут. Коммуналка, продукты, бензин. Все дорожает. Средняя зарплата скатилась уже до 300 долларов. А мы тут разговорами дестабилизируем ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной. С тем, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно, осмотрели в будущее. Менты и чинушки должны воровать уверенно и спокойно. Главное, что интересует Путина. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок. Но никаких решений на этот счет пока не принято. Надеетесь, пацаны. Ждите. Две основные проблемы – это демографическое и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни. А вы тоже вот так вот в пол скучно смотрите, когда речь идет вроде бы о важных вещах? Что касается господина Навального, вы готовы поднять его уровень жизни? Гражданин, на котором вы сказали, находится в местах учреждения свободы. Слушайте, это же до чего надо бояться, чтобы, зачистив всю оппозицию, пересажав, отравив всех конкурентов, до сих пор бояться называть слух фамилию Навальный. Он не самый лучший условие, но он не один такой. Навальному вообще повезло. 40 гигабайт пыток из исправительных колоний видели? Видеоархив слили. Вообще пусть спасибо скажет, что ему там швабру не засунули в одно место. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. Такое возмущение на лице. Типа все вокруг нарушают. А я один такой законопослушный красавчик. Че ко мне вообще какие претензии? И мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия. Диктатор, который 20 лет находится в эксклюзивных условиях, не собирается ни с кем ими делиться. В том числе и тех, которые прикрываются политической деятельностью. Не нравится бандитам и чекистам, когда кто-то другой, кроме них, занимается политической деятельностью. Отряды Путина уже спешат на помощь. Я слушала, что как он с американкой с одной разговаривал. И она ему задала вопрос. Вы видите после себя преемника? А он сказал. Я была просто возмущена. Это что это такое? А он сказал. Я не вижу преемника вместо пока себя. Я не знаю, я пришла в ужас и такая расстроенная была, что вообще, я не знаю. Я не вижу, например, вместо него преемника. И не только я. И многие, я вот езжу в транспорте, и многие говорят, что кроме Путина никого нам не надо. В УАЗике ментовском с полицаями езжу периодически. Там все за Путина. Никто говорит, нам другое не нужен. Лучше не будет, а будет хуже без Путина. Он умница. Он на все вопросы отвечал. И вообще, я не знаю, я не представляю, как мы будем вообще без Путина. Вот это у меня в голове не укладывается. Так что я за Путина, и не только я. Только Путина. Путин, Путин, Путин. Лишний раз Путин доказал, что он очень дипломатичный, что очень умный. И все знает о нашей стране. И в мире он самый лучший. Самый ответственный, самый порядочный человек. Мы его настолько уважаем не только Россию, даже все страны. На этом форуме Владимир Владимирович Путин лишний раз доказал, что он самый влиятельный человек в мире. Более влиятельного нет ни в Европе, ни в Америке. Мне очень и очень понравилось, как он выступал. Я просто довольна им, что он молодец. Все к нему прислушиваются. Он так тактично, досконально все это рассказывает. На каждый вопрос отвечает. Все. Ну, просто я не знаю, у меня нет слов. Просто я за президента. Я очень-очень довольна. И чтобы наш президент был всегда-всегда. Вчера я смотрела форум от начала до конца. И слушала, как наш президент отвечал на все заданные вопросы. Он у нас самый лучший. Видимо, пенсии не хватает бабулям. Приходится как-то подрабатывать.